Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова, здравствуйте. Кировская область подала заявку на опережающее финансирование для ремонта дорог. Об этом на заседании правительства сообщил зампред Алексей Жердев. Таким механизмом регион уже воспользовался в 2023 году. Тогда из федерального бюджета на год раньше удалось получить полтора миллиарда рублей. То есть регион в 2003 году привел в порядок дороги, которые по планам предстояло ремонтировать лишь в 2024. Теперь привлечь дополнительные деньги хотят вновь. Цитирую. Ждем решения, надеемся на положительный результат, поскольку в прошлом году мы успешно реализовали работы, сказал Алексей Жердев. Отмечу всего. В 2023 году было отремонтировано 438 километров дорог и 13 мостов. «Экономика». Молодые лесники в Кировской области получат денежные выплаты. Постановление о введении новой меры поддержки подписал губернатор Александр Соколов. Принято решение установить единовременные денежные выплаты для тех, кто по окончании учебного заведения устроился на работу по специальности в государственные учреждения лесного профиля. В течение трех лет раз в год молодые специалисты, окончившие вузы, будут получать по 120 тысяч рублей, а те, кто получил среднее образование, по 90 тысяч. В эфире «Экономика». В Кировской области стали производить больше молока среднесуточный удой в этом году на одну корову в среднем составил 25 килограммов. Это выше, чем за тот же период прошлого года на 1,2 килограмма. На 24 апреля в области произведено на 5% молока больше, чем в прошлом году. Больше всех молока производят в Куменском районе среднесуточный удой на одну корову здесь 30 килограммов. То есть на 5 килограммов больше, чем в среднем по области. Также среди лидеров Верхошижемский, Ветско-Полянский, Зуевский, Пижанский, Слободской, Советский, Сунский районы. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.